МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость студии в эфире телеканала Интекс. Сегодня в центре внимания нашей программы будет работа суда и судей. У нас в гостях председатель суда Барановичского района и города Барановича Николай Кмита. Здравствуйте, Николай Алексеевич. 15 марта наша страна отметит один из самых главных государственных праздников – День Конституции. Конституция – основной закон республики, который определяет права и свободы наших граждан. Но, тем не менее, находятся те люди, которые стремятся, хотят приступить к закону. Скажите, по статистике, каких дел в 2012 году было больше всего и как начался 2013? Конституция 1994 года, принятая 15 марта, – это пятая белорусская конституция, хотя первая суверенной державе у нашей. И именно в ней было впервые провозглашено установление правового государства. Целая глава посвящена правам и свободам граждан. Конечно, провозглашение в Конституции только право и свободы – это маленькая толика в нашей цепи всех законодательных актов. Чтобы реально воплощать права и свободы граждан, необходимо принятие законов. Конечно, принятие законов – это такой трудный период. Юристы ведь как говорят, неимение закона – это лучше, чем плохой закон. Поэтому длительность принятия законов, хотя нам хотелось бы побольше, чтобы этих принималось закон. Почему? Потому что тогда попроще судам применять эти законы, тогда поменьше жалоб граждан и более понятное вынесение решения того или иного суда. Ну, тем не менее, законы принимаются. И сегодня, вот хотел бы сказать, если с 2 марта 2013 года уже вступил в действие, действует жилищный кодекс. Если раньше это была, ну, такая маленькая брошюрка, то сейчас в жилищном кодексе это, ну вот, посмотрите, жилищный кодекс – это солидный нормативный документ, в котором разрешено много вопросов, которые раньше не регламентировались. Что появилось нового в жилищном кодексе, чего не было вот в той брошюре? В той брошюре, о которой я говорил, да. Ну, во-первых, здесь красной нитью проходит защита прав собственников живых помещений. То есть, статья 95 говорит о том, что могут быть выселены без предоставления другого живого помещения члены семьи, бывшие члены семьи и члены членов семьи, собственника. То есть, если ранее были какие-то препятствия к этому, то сейчас более проще стало выселять этих бывших собственников. Но, конечно, это все происходит только в судебном порядке. Ну, это действительно, раньше ведь приводило какие-то моменты, когда собственник проживает, вот мы рассматривали дело, собственник проживает в подсобном помещении, а бывшие собственники, которые не являются собственниками живого помещения, проживают в живых комнатах. Кроме того, значит, конечно, самое главное, которое вот затронет права граждан, это возможность выселения собственников живых помещений в случае неуплаты ими в течение шести месяцев жилищно-коммунальных услуг. Конечно, там идет определенная процедура, не так просто это будет выселить, потому что там должно быть предупреждение, потом решение о погашении, о необходимости продать это жилое помещение, потом уже принудительная продажа этого жилого помещения, возмещение оставшихся расходов, но тем не менее это предусмотрено. Если ранее мы не могли собственника выселить из его жилого помещения в случае, если он разрушает это жилое помещение, если он нарушает права других граждан и так далее, то сейчас уже стало возможным выселение этих собственников Собственников из жилого помещения, причем без предоставления другого жилого помещения. И, конечно, еще одна новелла, это то, что если ранее и служебные жилые помещения не подлежали выселению без предоставления другого жилого помещения работники, которые проработали на предприятии более 10 лет. Сейчас вот это табу уже снято. То есть сейчас уже служебные жилые помещения могут быть выселены и которые проработали более 10 лет. Конечно же, здесь еще по разделу жилых помещений. Я просто к чему хочу сказать гражданам, потому что иногда обращаются граждане в суд, оплатили большую государственную пошлину, а потом оказывается им суд отказывает удовлетворение иска. И сейчас в жилищном кодексе прямо сказано, что не подлежат разделу жилые помещения, которые самовольно построят. Имеют самовольные постройки, пристройки, настройки и так далее. То есть если это не узаконено, не произведена регистрация этих самовольных постройок, то суд уже не будет делить. И человек обращается, и там есть самовольные постройки, а суд просто ему отказывает и говорит, сначала идите зарегистрируйте это все, и потом мы, пожалуйста, будем разделить. Поэтому прежде все-таки надо идти сейчас регистрировать, а потом уже делить. Вот это основные такие новости. Там, конечно, более 200 статей, но тем не менее, основные, которые в ближайшее время будут касаться граждан. Николай Алексеевич, на что бы Вы хотели еще обратить внимание наших телезрителей? Какие изменения в законодательстве их ждут в 2013 году? Либо уже, которые наступили? Я хотел бы напомнить гражданам о том, что у нас с января месяца вступил в действие изменение в налоговый кодекс, который говорит о том, что в случае каких-то рассмотрений гражданских споров в суде, а это особенно о разделе имущества, о разделе какой-то собственности. В случае, если стороны, ну там всегда, скажем так, противостояние стоит. И в случае, если эти граждане приходят к мировому соглашению, то есть заключают мировое соглашение, а последствия ведь те же самые, потому что заключение мирового соглашения, это как и решение суда будет исполняться. Вот в случае заключения мирового соглашения по таким вопросам суд может возвратить 50% уплаченной государственной пошлины. Это вот если понимаете, если дом делится там 2, 3, 4, 5 миллионов, бывает 10 миллионов там государственной пошлины, половина возвращается это сторонам. То есть принципы медиации, скажем так, примиренческие оппозиции применяются. Кроме того, хотел бы сказать, вот у нас немножко недопонимают граждане необходимость регистрации, ну МРЭО, ГАИ, передачи права собственности автомашины. Понимаете, сегодня подарил по доверенности и он поехал. Просто иногда, вот у меня приходила женщина на прием, я все с практики, и говорит, как же так, я лежала ночью на кровати, а в это время, ну кому, значит, я вот передал эту автомашину, продала собственно говоря, он совершил дорожно-транспортное происшествие, там с тяжелыми последствиями. Я ничего не делала, лежала в кровати, как она говорила, а с меня взыскали 30 миллионов компенсации морального вреда. Просто граждане не понимают, машину передали, не перерегистрировали, потом происходит какое-то дорожно-транспортное происшествие, в итоге возмещение ущерба что? Водитель возмещает то, что техническое повреждение автомашины, а компенсацию морального вреда, если там кто-то погиб или какие-то телесные, владелец источника повышенной опасности. До перерегистрации автомашины он остается владельцем, он уже вроде бы продал машину, а с него взыскивают компенсацию морального вреда, и эти суммы достаточно большие. Или, например, не совсем относятся к перерегистрации правособственности. Сегодня подарил сыну, подарил бабушке, дедушке, или продал эту квартиру, но не пошел, не зарегистрировал в БТИ, по старому названию, скажем так, не зарегистрировал. Переход правособственности с момента регистрации, не дай бог что-то происходит с этим человеком, квартира остается на том, кто не кто купил, а кто продал эту квартиру. И потом, как говорят, доказывай в суде, что ты здесь был прием-передачи, деньги и так далее. Поэтому вот это хотелось бы все-таки отразить, что надо все-таки, скажем так, более серьезно относиться к закону, который основан на Конституции. И к оформлению документов. И к оформлению документов, совершенно верно. Вы смотрите Интакс, программа «Гость студии». Мы продолжаем беседу с председателем суда города Барановича и Барановичского района Николаем Кмиты. По вашему многолетнему опыту работы в суде, скажите, меняется ли со временем характер исковых заявлений? Какие дела ранее не рассматривалось? Меняется. Причем вот с каждым годом как-то все это меняется. Вот я хочу сказать, ну по защите правопотребителей у вас тоже скоро праздник, вы там, наверное, будете говорить. Я уже не буду по динамике и так далее это рассказывать. Но хотел бы остановиться просто вот на изменении у нас как-то больше стало о защите чести и достоинства. Но действительно, закон об обращении граждан работает, но все эти обращения как-то должны быть цивильно поданы и так далее. И поэтому у нас увеличилось количество дел о защите чести и достоинства. Причем, понимаете, как-то у нас больше обращаются в суд иногородние граждане, чем Барановичские. Потому что наши граждане обращаются с обращением и в этих обращениях, ну какие-то нелицеприятные высказывания высказывают в отношении должностных лиц. Должностные лица там в Минске, в Бресте, а наши-то граждане живут здесь и они предъявляют из по месту жительства ответчиков. И мы рассматриваем эти дела и они практически у них удовлетворяемые 100%. Почему? Потому что те изложенные сведения, которые должны, должен же доказать действительность этих сведений, этот гражданин. Поэтому мы удовлетворяем эти иски и суммы компенсации там тоже немаленькие. 3, 5, 7 миллионов это компенсация морального вреда. Вот в прошлом году мы тоже так вот 5 миллионов взыскали уже по делам. Кроме того, увеличилось как-то и количество административных дел. Вот о защите, чести, достоинства, вот о клевете, оскорблении, причинении легких телесных повреждений, которые здесь. То есть, понимаете, скажем так, ну когда это у нас было, чтобы за оскорбление почти 500 человек у нас привлекалось к административной ответственности в Барановичах. Очень много. За клевету у нас более 20 человек. А за причинение телесных повреждений, ну это такие легкие, которые синяк, ссадина и так далее, у нас более 500 человек привлекается. Понимаете? И вот столько привлекается, а вот о компенсации, например, морального вреда не очень много. Не очень много. Но я хочу привести пример, вот когда в отношении одного из должностных лиц здесь, жилищно-коммунальной сферы, значит, человек написал, ну как у нас пишут, вышестоящие органы, ну и там нелицеприятно отозвался об этом. Обратился человек, мы рассмотрели и, как говорят, компенсацию моральную, то есть штраф наложили на него в размере, ну половины пенсии этого гражданина, пенсионера. Вот. Ну вот такая категория. В приемах, в примерах люди будут задумываться, стоит ли что-то говорить и стоит ли что-то писать. Совершенно верно. Вот последний пример у нас впервые, это правда в практике было, когда защита чести и достоинства в интернете. Вот в отношении нашего Барановского государственного университета молодой человек на страницах интернета, ну такие нелицеприятные высказывания там изложил. Вот суд недавно рассмотрел это дело, он признал иск, сказал, что может там погорячился или чего, но признал иск. Вот. Ну единственное, что в адрес, в пользу юридических лиц у нас компенсация морального вреда не предусмотрена. Вспомните, пожалуйста, из практики самое интересное и неординарное, наверное, дело. Ну у нас вот этих неординарных, когда на приеме граждан приходишь, еще приносят эти исковые заявления, говорят, у нас необычное дело, у нас это неординарное дело. Каждый считает свое дело исключительным. Вот высказать о том, что какие-то неординарные дела, они все как-то вкладывались, ну скажем так, в ту жизненная деятельность наших граждан. Вот чтобы там сверх чего-то такого не было. Даже те же самые преступления, они ну как-то закономерны, чтобы у нас тут душители или сильных уже грабителей-то нет. Барановичи хотя и говорят, что такой город, он вроде бы криминогенный, но по сравнению с другими городами, я-то больше эту практику знаю, я бы не сказал, что мы уж такие криминогенные. Николай Алексеевич, а скажите, пожалуйста, судей Барановичского объединенного суда это кто? Если представить собирательный образ, то каким он предстанет? Собирательный образ, наверное, как и у всех судов в республике, это женское лицо. Да, это женское лицо, возраст средний, ниже среднего, скажем так, ну я скажу так, что достаточно много молодых судей, достаточно много молодых судей, ну естественно все с высшим образованием, все красавицы, и грамотные умные люди, вот я бы так сказал. Вот скажите, можно ли сказать, что женщины-судии лояльнее мужчин в отношении вынесения жесткого приговора? Опять же возьму из практики, иногда вот, когда идет вопрос, вы про приговор говорите, я скажу, когда идет вопрос, например, о расторжении брака, передача детей на воспитание и так далее. Мне как к председателю приходят и говорят, вот передайте дело мужчине. Потому что женщина, ну она может, так сказать, это, и наоборот, когда уголовные дела, а у нас и в коллегии уголовные, и в гражданской, и мужчины, и женщины есть, когда уголовные дела, то тогда приходят и говорят, ну передайте женщину, она может быть более лояльной. Я честно скажу, что может где-то это и есть подспудно как-то так, но в целом практика выверяется, что здесь все-таки, наверное, так сказать нельзя. Хотя какая-то доля истины есть. Честно говоря, мне и как человеку, и как журналисту всегда очень, скажем так, интересно было, что же чувствует судья, когда зачитывает приговор? Вот что вы чувствуете? Я бы, знаете, сказал как, смотря какой приговор зачитываешь, вот чувство судьи, вот у меня лично какое, когда выходишь в зал судебного седания, то в первую очередь смотришь, помимо обвиняемого, сидят там или не сидят его родственники, друзья, знакомые и так далее. Если там сидит один обвиняемый и его никто не окружаешь, то к нему как-то уже и относишься, понимаете, это человек уже как-то выбывает из нашего общества немножко, понимаете. Ему что-то надо применять, какие-то меры иные. Если же ты здесь видишь, что он даже что-то совершил, но его окружают близкие, родные, друзья, товарищи, скажем так, то тогда чувство, что это еще не пропащий человек, что к нему совсем... У него есть поддержка. Да, у него есть поддержка и к нему как-то вот это. Поэтому вот это чувство, ну, чувство всегда, у судьи чувство, что он правильно назначил наказание, что он чем-то, вот этим даже наказанием помог этому человеку. Вот такое чувство. Может быть задуматься. Да, чтобы он, да, это какой-то предвестник чего-то, чтобы он задумался над своей судьбой и в дальнейшем что-то не делал. Николай Алексеевич, как вы пришли в профессию юриста? В детстве кем мечтали стать? Милиционером, да. Я помню еще в армии не служил, я уже пришел к начальнику РУВД, я сам родом из Барановического района, пришел, говорю, вот хочу служить в милиции. Он говорит, вот ты сначала повзрослей немножко, отслужи в армии и потом уже тогда придешь к нам. Ну, а в армию у меня переменилась, скажем так, точка зрения, поскольку все-таки, ну вот судья, я и после окончания института сразу вот уже 30 лет судьей работаю, вот, после окончания, потому что все-таки судьей это, ну, высшая квалификация юриста, по большому счету, это высшая квалификация, поэтому вот так вот я пришел. И высокая ответственность. И ответственность, конечно. Возникает ли необходимость советоваться не только, скажем так, со своей совестью, с буквой закона, но и по-человечески делиться с кем-то из близких или коллег о делах, которые вот рассматриваете, которые вот в процессе находятся, вот бывает такое? Ну, советоваться, скажем так, с коллегами, это конечно. Почему? Потому что всегда, если мы один суд, у нас должна быть какая-то единая правоприменительная практика. Это общее правило, это все есть. Советоваться ли с друзьями, близкими и так далее. В этих планах, понимаете, судья, он как священник, он не должен разглашать, кто, какой спор рассматривается и так далее. В общем, ну вот, как бы ты поступил, да, как ты бы поступил в этой ситуации, как бы это, это, конечно, присутствует. Тут не отнять, почему? Потому что все-таки судебное решение должно быть и законным, и мудрым, и справедливым. Закон мы знаем, а вот мудрость, справедливость, что-то у нас есть, но когда почерпнешь от других еще вот это, то, наверное, более правильно будет решение. Многие профессии приводят в определенном смысле к притуплению чувствительности, скажем так. Считается, что это механизм адаптации к сложным психологическим нагрузкам. В вашей работе такое присутствует? Ну, наверное, в каждой работе что-то присутствует, потому что, ну, скажем так, вот у нас сейчас идет специализация. У нас действительно вот суд специализируется, одни судьи рассматривают уголовные дела, другие судьи рассматривают гражданские дела. И когда вначале это все было, тоже говорили, ну как, будет только уголовный или это, он будет, ну, дисквалифицироваться, это судья. Ничего, время прошло, как и хирург, как и терапевт, это же врачи, но они в каждой своей сфере. Теперь, в связи с, скажем так, проведением судебно-правовой этой реформы, послания президента, у нас идет более такая специализация. То есть, судьи, вот, вы видите, о защите чести и достоинства, это тоже специфичные дела. О защите прав потребителей, это специфичные дела. О воспитании детей, которые касаются, там, декрет 18, тоже специфичные. И у нас уже идет специализация несколько даже вот в этом плане. А о том, что притупляются чувства или нет, ну, это больше, наверное, гражданам надо судить. Нам кажется, что нет. Ну, а граждане, это жалобы же есть и на суд, и на работу судей. Ну, это рабочий порядок. И в завершение программы Николай Алексеевич хотел бы спросить, как считаете, должен ли закон опираться на общечеловеческие неписанные правила? На неписанные правила, конечно. Потому что это, любого закона, это моральная составляющая, понимаете. Без морали не может быть закон, понимаете. Оно обязано, должно. Второй вопрос, уже в какой степени. И когда к нам граждане приходят и говорят, ну, вот вы приняли вот такое решение. Ну, оно ведь неправильно. Мы говорим, да, но надо изменять закон, а не нашу судебно-применительную практику. Вот изменится этот закон, ставьте вопрос о том, что изменялись эти законы. Потому что принятый закон, пусть он 20 или 30 лет, у нас уже моральные устои немножко поменялись. И его надо изменять. И отставание, а все это сказывается на суде. Все говорят, вот судья неправильно тогда принял решение. Ясно. Спасибо большое за беседу, за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был председатель суда города Барановичи и Барановичского района Николай Кмидов. Всего вам самого доброго. До свидания.